Что это за информация о том, что в гости к нам собираются российские диверсанты в большом количестве? Я не говорил о большом количестве, я говорил, что они собираются. В принципе, Дергешки работают в основном, конечно, в прифронтовой зоне. В основном это области, которые соприкасаются с линией фронта или вблизи линии фронта. Что касается Киева, Киевской области, то по нашей информации, в принципе, есть ситуации, когда на самом деле набираются люди из так называемых ДНР, ЛНР, из оккупированного Крыма. Одно из главных условий, кроме всего прочего, это как минимум понимание, а лучше всего и умение хотя бы чуть-чуть говорить на украинском языке, ну, чтобы условно наш это поливнице в корзорезнице люди, как минимум, могли выговорить, как минимум могли об этом нормально, как минимум могли говорить это. В принципе, у нас есть эта информация, у нас есть прослушки, есть возможности в определенных вещах отслеживать их работу. Поэтому это такая достаточно большая оперативная работа, которую, к счастью, многие вообще не видят. Этим в основном занимается национальная гвардия, полиция, спецслужбы. Все вместе. Здесь нельзя разделять, потому что есть и работа контрразведки, есть работа полиции, есть работа на гвардии и иногда даже терроробороны. Поэтому в данном случае это такая совместная работа. А скажите, пожалуйста, вот в прошлом, в предыдущие три месяца с лишним войны часто удавалось обезбреживать такие группы? Были ли случаи, предположим, когда эти самые ДРГ пытались проникнуть в Киев? Безусловно. Давайте вспомним начало войны, первые месяцы на это. Все время, пока российские войска не отошли от Киева, не отошли от Чернигово, они отошли из Сумщины, фактически это регулярно было. Регулярно забрасывали сюда ДРГ. Я думаю, что многие помнят, что и в столице, и в других регионах специально тогда вводились долгие комендантские часы на двое с половиной суток. То же самое делали в Одессе, то же самое делали в Запорожье. И это было связано в первую очередь именно с отловом ДРГшек. Для того, чтобы получить возможность максимально оперативно отработать ДРГ и ни в коем случае не спутать их с гражданскими людьми, которые могли бы себе позволить нарушать комендантское время. Поэтому в данном случае, если говорить о том периоде, только в Киеве, я сейчас точную цифру не скажу, но точно, потому что больше ста ДРГшек в коротких промежьях... Больше ста? Да, да, больше ста. Это только в Киеве? Да, только в Киеве. А какой их обычно состав? Разный. Здесь нельзя говорить о средней температуре по палате. Это может быть и 2-3, может быть и 10-12. Очень многие это те, кто в то время был. Я говорю о прошлом времени. Еще раз, чтобы наши слушатели понимали, что я говорю о прошлом времени. То, что было тогда. Это очень часто люди, которые сюда, в Украину, я имею в виду, приехали за какое-то время до войны. Иногда это могло быть даже не месяцы, а за пару лет до этого, за несколько лет до войны. Это так называемые консервы, которые здесь находились, и потом они должны были расконсервироваться и начать свое черное дело. Это была агентура или это были профессиональные разведчики? Разные, опять-таки. Были разные, были и совсем не подготовленные люди. Были люди, которые, наверное, можно назвать профессионалами. Ну, вот все-таки, наверное, граждане, которые нас смотрят, у нас большая аудитория в самой Украине, хотя нас, понятное дело, смотрят и в России, и в третьих странах, везде в мире, где говорят на русском языке. Но, повторяю, нас многие смотрят и в самой Украине, просто для того, чтобы гражданам как-то ориентироваться. Ну, условно говоря, чтобы повысить бдительность. Вот есть какие-то разведпризнаки, что называется, на кого им следует обращать внимание. Кто должен вызывать в этом смысле подозрения у рядовых граждан, чтобы они затем, заметив что-то, обращались в органы внутренних дел, в полицию, в нацгвардию и так далее. И куда им звонить, в случае чего, если они заподозрили что-то неладное, каких-то увидели подозрительных людей? Ну, звонить в полицию, звонить в службу безопасности. Есть чат-боты службы безопасности специальная. Опять-таки, то, что я сейчас буду говорить, это тоже нужно фильтровать через здравый способ, чтобы мы не доводили ситуацию до абсурда. Но в любом случае, если... Ну, сейчас достаточно много пресс-сельденцев. Много людей, которые выехали из оккупированных территорий. Если вы видите что-то, что вас настораживает, ну, не просто, что мне человек не понравился, потому что он там посмотрел на меня косо. Если вы понимаете, что что-то... Ну, почему-то концентрируется какое-то там достаточно большое количество мужчин в одной квартире или еще что-то подобное. Вот на это нужно, в первую очередь, обращать внимание. Субтитры создавал DimaTorzok